Это очень простая тема. Если вы эту, ну, втемяшите в себя, а у вас не будет шансов, потому что мы будем на неё всё время опираться, вы будете понимать, по какой схеме люди растут. Я сейчас вам дам технологическую схему, а потом энергетическую, ну, или психологическую. Итак, это таблица, это пирамида результатов. И результатом является осознанное решение человека, что он пришёл к поставленной цели. Согласны с этой формулировкой? Результатом является осознанная самим индивидуумом идея, что он пришёл к поставленной цели. К примеру, если я поставила себе цель построить на 5 килограмм, если я эту цель не подтвердила, результата нету. Результат – это подтверждённое самим индивидуумом решение, что он достиг поставленной цели. Если я поставила цель сбросить 5 килограмм, сбросила и говорю, ну, нет, это было просто, по сравнению с тем, сколько мне надо сбросить, это вообще смешно. То есть, если я это не подтвердила, это не результат. Зачёт. Да, если я не поставила себе зачёт, то это не является результатом. А вот только когда я внутри себя сказала, это зачёт, и тогда вы можете понимать, что результат является субъективным решением индивидуума, ну, или человека. Это его субъективное решение. Я хотела построить на 5, построила на полкилограмма и сказала, вот я молодец. В моём возрасте, при моих, там, ну, не знаю, там, гормонах том-том, я на полкилограмма, короче, молодец. Если я довольна своим результатом, и я его себе зафиксировала, он всё равно работает. Поэтому вам надо понимать, что результат – это нечто очень субъективное, то есть, это решение самого человека. И только тогда, когда человек зафиксировал результат, что он пришёл к поставленной цели, он разрешает, чтобы у него выделялись гормоны радости. Поэтому всё человечество ходит фрустрированным. Оно запрещает себе радоваться, потому что оно сказало, я буду радоваться тогда, когда выйду замуж, тогда, когда постройнею там на, ну, 5 килограмм, тогда, когда куплю себе машину, тогда, когда заработаю первый миллион, тогда, когда, ну, и там, ребёнок поступит в институт, вот сейчас у него поступление, университет, понимаешь? А вот когда поступит, тогда я буду радоваться. И ваша задача как тренеров изменить его отношение к результатам, научить человека присваивать все результаты и все победы себе, чтобы он мог как можно больше радоваться, получать выделенные эндорфины, или и, чтобы он мог огорчаться, что он такой классный, успешный, результативный, чего-то не достиг. Чувствуете разницу? То есть, когда человек получает привычку радоваться своим результатам, вы ему, ну, помогли усвоить этот навык, вы ему разрешили радоваться своим результатам, вы его научили этому радоваться, вы ему показали, что такое его результаты, вы научили его присваивать себе эти результаты, тогда он может что-то делать со своими неудачами. На этом фоне он с этим что-то может сделать. Вы можете осознавать, что я сейчас омская? Если человек себя чувствует неудачником, то он никуда вообще не пойдёт. Если он чувствует себя в целом очень успешным, везде очень-очень-очень-очень-очень успешным, то вот это вот, ну, не получение результата, ерунда. В другом же вопросах я успешен, значит, я и здесь смогу. Вы даете уверенность, да? А это значит, что главная работа тренера, в чём вы будете делать это очень по-разному, и будете видеть, что другие тренера это делают по-разному, это дать людям поддержку, то, что у них всё получается. Это очень похоже на маленького ребёнка, правда? Для того, чтобы он начал ходить, мы ему говорим, молодец, умница, да, смотри, о, уже стоишь, уже ложечку делаешь, о, умница, он прошёл полшага и сел на попку. Умница, прошёл же! И ваша поддержка даёт ему возможность, ну, не просто ходить, а, ну, очень быстро развиваться и чувствовать, что он успешный. И он с удовольствием изучает мир, развивается, нарабатывает новые навыки. Так вам понятно? Вам непонятно, к чему я это говорю, но это вся преамбула к тому, что я вас сейчас просто, ну, у вас будет взрыв мозга. Итак, это пирамида результатов. И для того, чтобы результат произошёл, человек должен сделать какое-то действие или перестать делать какое-то действие. Он курил, должен перестать курить. Он ел после 6 часов вечера, он должен перестать есть. Он не делал зарядку, должен начать делать зарядку. Он не зарегистрировался на сайте знакомств, должен зарегистрироваться. Он не говорил себе слова поддержки, должен начать говорить слова поддержки. Согласны? Действия приводят, изменение действий приводит к тому, что меняется результат. Для того, чтобы ваши действия произошли, должна быть произведена правильная команда, коммуникация, для того, чтобы кто-то перестал что-то делать, ему надо, чтобы ему об этом сказали. Знание, понимание, ну, опыт. логично, я что-то знаю, или я что-то понимаю, я об этом говорю, неважно, внутри или снаружи, правда? Мы же ничего другого не говорим, только знание. Ну, вот я аргументировала, почему нужно спать, или я аргументирую, почему нужно идти на пробежку, но это всегда основы опыта или, ну, основы каких-то знаний. Да или нет? Да. То есть знание управляет коммуникацией, коммуникация управляет действиями, действия управляют результатом. Я узнала, что если запивать воду, водой, еду после обеда, то в желудочный сок растворяется, и еда не переваривается еще два часа. Теперь я всем это говорю, ну, или себе это говорю. Я перестала пить воду, поменяла действия, и у меня изменился результат. У меня быстрее переваривается пища, и там не пучит мой животик. Так, понятно? Вот, а потом я приехала в Индию и узнала, что они запивают водой всю еду теплой, такой называют herbal tea, такой чуть-чуть какой-то травянистенькой, очень приятненькой на вкус. Они всю еду свою запивают водой. И объясняют это тем, что когда теплая вода попадает в желудок, то усиливается выработка желудочного сока, что для него очень важно получить не пищу для переваривания, а ему нужно получить сигнал в виде теплой жидкости. И вот тогда лучше и быстрее переваривается пища. Я это узнала, я это, ну, дала себе команду, теперь я пью теплую воду, теперь я пью теплую воду, и у меня не пучит животик. И теперь я вам приведу наверх. Абсолютно, абсолютно, все равно. Главное, во что вы верите. Вот здесь библейская фраза. Помните, каждый получит по вере своей. Смотрите, получит, это результат. Вы получите по своей вере. Во что вы верите, то вы и получите. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Это очень важно для меня. И подпишитесь на мой канал. Каждую неделю выходит 2-3 новых видео, и вы всегда можете быть в курсе всех новинок. И уверена, ваша жизнь будет меняться к лучшему.